Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёстван, и сегодня мы будем играть в игру под названием Техномагия. Если кого заинтересует, ссылка на игру, как всегда, будет в описании. Хотел бы отметить, что в эту игру я играл ещё давным-давно до того, как начал снимать видео для Ютуба. Ну, недалеко ушёл, был я четвёртого уровня, играл я ещё на очень старом компьютере, и мог бы, в принципе, сейчас начать играть на своём старом аккаунте, но я уже ничего не помню, поэтому давайте с самого начала. Итак, правда, с самого начала не всегда интересно играть, потому что, ну, во-первых, надо читать длинные скучные диалоги. Ну, не всегда скучные, но давайте вникнем. Итак, подходи, подходи, не бойся, позволь представиться. Варгас, местный вербовщик и инструктор. Ясно. Будем, так знаете, читать между срок. Это инструктор, он нас чему-то обучит, даёт нам какие-то склянки. Что она даёт? Боеприпасы. Восстанавливает 15 здоровья, пополняет 5 камней всех типов, и увеличивает урон на 25%. В общем, если вкратце говорить об игре, мне нравится здесь местная система боя. Она, я думаю, многим понравится, потому что, ну, сражаться здесь надо так, что кабаны. Нам, наверное, сейчас с кабанами надо будет драться. Так, давайте между строк. Снаряжение, оружие, медали и, конечно же, переменчивые фортуны. А теперь твое первое настоящее задание. Сразись с коварными скотозаврами, которые вытащили мой сапог. И верни его. Да, ну ладно, сейчас мы пойдём к этим скотозаврам. Наверное, они там, где-то внизу. В общем, здесь интересная система боя. А, вон они, скотозавры. А здесь ничего интересного. Вот они, они. Сражаемся мы, играя в такую игру, да, где надо уничтожать камни, только при этом, ну, вот сейчас сами всё увидите. Я уже сам не совсем помню, но, походу, разберёмся. Так, вот они, скотозавры. Слабенькие ребята, ну да ладно. Так, отлично. Вот у нас поле боя, да. Мы можем менять что-то между собой. Вот, например, можем... А, тут, по-моему, так. Мы можем собирать камни, да, которые лежат на поле. У нас есть 20 секунд на ход. Ну, если мы собираем черепа, то мы наносим урон врагу. Если собираем что-то другое, то получаем камни. Я вот уберу вот так, два ряда по четыре, чтобы побольше черепов собрать. И вот эти вот камни, которые мы получаем, мы их потом сможем использовать на использовании каких-нибудь способностей, которые наносят урон. У меня, к сожалению, пока что, видать, на начальном этапе никаких способностей нету, поэтому они мне сейчас ни к чему. Вот, смотрите, враг сделал свой ход, подвинул на череп, используем черепа и бьем на 8 урона. Так, сколько у него жизни? У него осталось 14 жизней. И как мы сейчас будем друг друга добивать, неинтересно, с учетом того, что на поле, на игровом, совсем не осталось камней. Вот, видите, убираем последний, и поле обновляется. Теперь первый ход за нашим противником. Так, ну вот он сходил, можно сказать, сглупил. Мог бы он и черепа собрать, тогда бы я получил урон. Ладно, теперь мы собираем черепа. Ну и вот самое интересное, да, что мы прокачиваем уровни, по-моему, получаем там разные способности. Например, там, используя, допустим, 7 синих камней, мы можем что-нибудь сделать на поле боя. Или же такие особенности, как, допустим, наносить больше урона, собирая черепа или еще что-то. Ну, в общем, тут много, по-моему, вариаций. Так, ну, смотрите, так, что у нас только один ход, да, который вот так вот от черепа сразу уберем, и зеленые. Отлично, неплохая попытка. Я был уверен, что именно этот скотовазер, ой, господи, скотозавр стащил мой сапог. Уж больно морда у него хитрая была. Ну, ладно, попробую сразить еще одного монстра, в этот раз наверняка повезет. Так, ладно, мы с первого раза нам не повезло сапог достать, но, может быть, мы в любом случае его бы не получили с первого хода. Как говорится, повторение мать учения, давайте снова в бой. Так, если мы так уберем или так уберем, ну, ничего особо не поменяется, да. Ну, ладно, давайте сверху начнем. Так, вот видите, плохо сходили, мы подставили врагу возможность использовать три черепа, чтобы ударить нас. А по идее, если играть как-то серьезно, то можно, ну, не торопиться и обдумывать, а что будет, если я схожу вот так. Так, ну, я снимаю видео и сильно думать лень, во-первых, а во-вторых, нет пока что никакой особой необходимости, потому что враг не сильно мощный, да. Вот если действительно враг намного сильнее вас, то тут приходится больше думать, как же все-таки сходить, чтобы его одолеть. Так, вот как бы мне сейчас, я могу вот так черепа убрать. Ну, давайте уберу черепа. 12 здоровья остается у нашего врага. Так, ну, вот если сейчас уберем зеленый, упадет череп, и мы нанесем ему еще, еще 9 урона. 3 здоровья у него остается. Так, отлично, снова наш ход, ну, вот сейчас мы его и добьем. Отлично, мы победили, и, наконец-то, мы находим потерянный сапог. Так, друзья, жмем ОК, забираем наш сапог, а теперь скорее принеси этот сапог мне. Ну, господи, шлют нас туда-сюда. На, забирай свой сапог. В награду получаем, что получаем? Рюкзак, тип квестовые предметы. Кликнув по этой закладке в игровом окне, вы сможете заглянуть в свой рюкзак. Что еще? Перстень всевластия. Вот так вот, оказывается, легко получить перстень всевластия. Достаточно у каких-то быков забрать сапог. Ярость плюс 10, инициатива плюс 5. Даже не представляю, что в этой игре эти параметры означают. Ярость, инициатива. Ну, ладно, жмем спасибо. Сейчас, наверное, попробуем разобраться. Достигнут второй уровень. Окей. Мне будет очень приятно, если ты внимательно изучишь мой подарок. Пожалуйста, примерь кольцо, и мы продолжим твое обучение. Для этого нажми на кнопку, на иконку шлема в левой вкладке, и выбери вкладку рюкзак. Так, где тут у нас шлем? А, вот он шлем, да. Так, ну, похоже, мне сюда не надо. Вот он же рюкзак. Так, вот оно кольцо. А теперь пора позаботиться об оружии, которое, как известно, на дороге не валяется. Его можно купить, получить в качестве трофея или изготовить самостоятельно. Правда, чтобы сделать хорошее оружие, нужно стать профессиональным кузнецом. Но это все потом. А сейчас давай смастерим хоть что-нибудь похожее на меч и щит. Пройди вниз, и увидишь возле забора кучу пиломатериалов. Думаю, ты без труда отыщешь в ней длинный прочный брусок. Давай, я в тебя верю. Так, ясно. Ну, я думаю, знаете, игра довольно, наверное, сложная, потому что надо будет прокачать всякие профессии, типа кузнеца, может быть, там еще что-нибудь, чтобы зелья хорошие делать. Так, вот, заходим на нашу лесопилку. Ну, причем, видите, квест сгорел даже до того, как он был мне доступен. Это я считаю, наверное, минусом игры. Что, наверное, забивает с толку. Вот я еще не мог сюда залезть, а восклицательный знак уже горел. Итак, да, этот прочный брусок подойдет. Я смотрю, так, так, так. Ладно, все, это мы пропустим. Так, а похоже, нам придется тут драться. Так, ну ладно. У врага 30 здоровья. У нас 180, поэтому нам, наверное, будет очень сложно проиграть. Но это еще только начало, это еще только обучение. Я ведь, как я уже говорил в начале, уже играл в эту игру. И, ну, я помню, что раньше было сложнее. И помню, даже были битвы, которые я проигрывал. Да, хочу отметить, что в эту игру я, кстати, играл еще на своем старом-старом компьютере. Еще до того, как у меня появился ноутбук. И тогда у меня даже эта игра, представляете, маленько подтормаживала. Несмотря на то, что это простенькая браузерная игра. Ну и компьютер у меня был тогда очень слабый. Хотя не знаю, что тут может подтормаживать вот так-то, если разобраться. Так, отлично, у нас сейчас двойной выбор. Мы либо можем наверху черепа убрать, либо внизу. Ну, давайте уберем внизу, может быть, и сверху там что-нибудь само собой сложится. А вот мы победили врага. Да уж, у нас тут всегда нужно быть начеку. Опасности подстерегают на каждом шагу. Ну, ты молодец, не растерялся. А главное, что теперь у меня есть прочный брусок, рубанок и киянка. Так, что теперь? Здесь мы все, да, уже сделали? Ну, теперь, наверное, опять к нему возвращаться. Как только ты освоишь методику изготовления тренировочного мяча, мы сможем создать его в мастерской. Просто открой рюкзак и изучи свою первую схему. Так, подождите, схема. Открылась в новой вкладке браузера. Так, хорошо, я так и сделаю. Так, надо открыть рюкзак и изучить свою схему. Вот, изучить схему. Отлично. Теперь направляйся к кузнице, которая расположена справа от загона, со скотозаврами. Там ты сможешь изготовить себе тренировочный мяч. Вот, хотел бы еще отметить такой небольшой минус игры, да. Вот здесь все такое пошаговое, и, ну, быстро перейти с пункта А в пункт Б не получится. Надо ждать, пока этот персонаж ваш идет. Ну, наверное, в целом у игры много минусов, а плюс это, ну, плюс это интересная система боя. Вот, наверное, и все. Так, где тут наша кузница? Вот здесь молоток нарисован. Здесь вообще какой-то ифрит. Да, и похоже, и на ковальня. Вот она и кузница, я так понимаю. Дух огня вырвался из мастерской. Тебе придется усмирить его, чтобы изготовить тренировочный меч. Ну, вот, как видите, драться приходится постоянно. Ну, что ж, это, наверное, и неплохо. Это ведь и опыт. И смотрите, вот здесь есть черепа, х3, да, то есть, я так понимаю, это тройной урон. То есть, если за один череп... Так, ну, давайте сейчас посмотрим, сколько мы нанесем. Урон заблокирован, блин, как неприятно. Такие хорошие черепа были, х3, пара штук, и урон заблокирован. Просто удар в никуда. А наш враг ходит два хода подряд и нанес нам первый удар. Так, вот, кстати, мы можем сейчас черепа собрать, а можем собрать пять в ряд красных. Я не знаю, зачем это надо, но мне интересно попробовать. Наверное, это не очень хорошо, но давайте ради интереса соберем. Похоже, ничего нам это не дало. Ну, ладно, тогда дальше продолжим просто собирать черепа. Враг сейчас тоже соберет черепа, я так предполагаю. Нет, смотрите, он оставил черепа для нас. Ну что ж, сделаем еще один мощный удар. Пятнадцать здоровья остается у нашего противника. У нас на поле не остается особо никаких полезных камней. Ну вот, оставляем, какие камни есть врагу. Так, а он использует какую-то магию, да, похоже. А, вот, у него есть магия или нет? Где посмотреть магию, которую он может использовать? А, вот, смотрите, у нас есть скользящий удар, а у него есть языки пламени. Для скользящего удара надо три красных, три зеленых и три синих. У меня все это есть, и наносим мы таким образом пять урона. Ну, у него пятнадцать, я не знаю. Ну, давайте один удар наносим. И мы победили. Что ж, отлично. Да, тебя определенно ждет большая воинская слава. Теперь ничто не мешает изготовить тренировочный меч, если ты изучил схему и добыл прочный брусок. Да вроде добыл, давайте изготавливать. Так. Что тут нужно делать? Да, может быть, выбрать цвет. Схема тренировочного меча. Ну, допустим, я жму на тебя, да? Все ингредиенты есть. Жмем просто создать. А это, наверное, для того, чтобы искать среди своих рецептов тот, который вам нужен. Но у меня он только один, поэтому искать долго не пришлось. Так, ну вот, кажется, мы собрали, да, один? Так, давайте зайду в рюкзак и посмотрю. Надо сказать, что все-таки игра, но она как-то нелепо сделана. Вот она подтормаживает все-таки периодически, хотя ничего не требует. Тут даже не от компьютера зависит, а просто она так сделана. Так, ну вот, другое дело. Осталось только как следует научиться махать этой штуковиной, да? А сейчас давай соорудим тренировочный щит. Для этого возьми колесо от телеги и добудь три шкуры скотозавра. А, да, и не забудь изучить чертеж тренировочного щита. Так, подождите, где наш тренировочный меч? Давайте его оденем. Вот, сами видели, да? Я нажал на рюкзак, но ничего не открылось. Сказал ему идти сюда, идет. Жму на рюкзак, вот, теперь открывается наш рюкзак. Наш меч дает нам плюс единицу максимального урона. Ну, довольно слабый, мне кажется, параметр. Да, плюс единица максимального урона. Ну, тоже неплохо. Хоть что-то. Так, да, такое колесо отлично подойдет для создания щита. Берегись, змей, эти твари страшные и ядовиты. Ну, вот, знаете, куда не полезешь, под колесо залез, тут змея какая-нибудь. Там какой-нибудь кабан, вечно кто-нибудь мешается. Так, ладно. Собираем черепа. Наносим сразу 16 урона нашему врагу за три черепа. Враг использует способность. Похоже, он меня еще и отравил. Да, вот это же он использовал, змеиная трава. Наносит единицу урона, отравляет вас на три хода. Вероятно, вы теряете по единице здоровья в ход. Так, ладно, мы не можем, похоже, никак собрать черепа, поэтому соберем вот так зеленые и синие. Вот еще и красные собрались. У нас теперь есть каждого камня по три штуки. Мы можем применить свой скользящий удар. Ну, сначала соберу черепа, а потом его добью своим ударом. А он и так помер. Ну что ж, отлично, мы победили. Поздравляю, с каждым боем твой уровень мастерства растет. Запомни, при победе над монстрами частенько можно получить деньги, полезные предметы, ресурсы и даже оружие. Теперь, если ты изучишь схему щита... А если изучил схему, добыл три шкуры скотозавра, сможем изготовить тренировочный щит. Так, ну вот, схема-то у меня есть, да, ее можно вот изучить. Но нам еще нужно три шкуры скотозавров. Ладно, давайте пойдем побьем этих схрякусов. Да, вот это обидно, что он так медленно идет, это ж так скучно смотреть. Ну все, отлично, добрались до скотозавра. Так что, черепа собрать не можем. Ну давайте тогда соберем вот так вот, зелененькие. А теперь можно уже и черепа собрать. Я так предполагаю, тут есть что-то вроде инициативы, да, насколько часто мы можем совершать ходы. Вот против скотозавра мы можем делать два хода подряд. Ну могу ошибаться, но мне кажется, это именно из-за того, что мы просто быстрее, чем эта свинья. Так, отлично, сразу и черепа собрали. Правда, враг заблокировал наш удар. Ну ладно, мы тогда еще разочек попробуем. Вот и отлично, 13 урона. Так, теперь я думаю, мы можем собрать красный и как раз сразу его ударить своей способностью. Вот написано, что она наносит 5 единиц урона. Сейчас проверим. А наносит она все 17. Я не знаю, почему так, но может быть это благодаря нашим вещам и нашему уровню, ну не знаю. Так, мы получили одну шкуру скотозавра. Давайте еще, нам надо больше. Так, отлично, сейчас 4 черепа в ряд. Это 15 урона и еще 3 черепа. И за 3 черепа тоже 15 урона. Видать, мы больше 15 нанести не можем, или я не знаю. Так, давайте посмотрим наши вообще характеристики. Так, это аккаунт, а вот есть боевые, да? Здоровье, ярость. Вот что такое ярость? Где посмотреть подробную информацию? У нас 87 ярости, чтобы это не значило. Базовый урон 12. А, смотрите, мы, по-моему, в любом случае, когда мы бьем врага, мы наносим 12 урона. Да еще плюс тот урон, который мы получаем. Ну, допустим, если мы собрали, используем способность, которая бьет на 5, то у нас будет урон 12 плюс 5. Если мы собрали там 3 черепа, то за 30 черепа мы, наверное, получаем, ну, допустим, там 3 черепа, это, ну, допустим, 9 урона. То будет 9 плюс 12. Но есть еще какой-то максимальный урон. У нас он благодаря единичке, благодаря экипировке повышен на единицу. Вообще не знаю, я что-то тут маленько путаюсь, пока что в догадках. Ну, если хотите разобраться в игре, придется, наверное, потратить какое-то время и вникнуть. Я пока что сам еще ничего не знаю. Ох, ребят, меня тут отвлекли, звонили по телефону. В это время мне бык успел несколько раз ударить, потому что я пропускал ходы. Ну, да ладно. Ничего страшного, мы этот бой легко выпраим. Быки-то слабые, это еще только начало. Но потом в игре будут действительно встречаться сложные враги, с которыми тяжело сражаться. Не знаю, мы, наверное, не доберемся, потому что наш выпуск затянется. Пока что вначале нам будет легко. Так, отличный ход делает бык. Собрал кучу камней, правда, ему не досталось ни одного черепка. Вот он бы мог сейчас собрать черепа, но он их оставил мне. Это потому что уровень интеллекта его, наверное, оставляет желать лучшего. Поэтому мы его спокойно добиваем, получаем еще одну шкуру. У нас теперь есть в инвентаре, что у нас есть? Погодите, у нас где-то должны быть шкуры. Вот, три шкуры у нас есть и есть колесо от телеги. Из всего этого мы сможем собрать себе сейчас модный щит. Вот так, наверное, во всю игру надо будет бить каких-нибудь монстров, собирать какие-нибудь предметы, выбивать какие-нибудь ресурсы. Возможно, даже, я не знаю, насколько здесь возможны коллективные бои. Это было бы, наверное, как-то странно. Так, где у нас схема меча? Схема тренировочного щита. Создаем щит. Так, отлично. Теперь заходим в рюкзак и одеваем наш щит. Где он? Эй, ребята, где мой щит? Я, кажется, сделал щит. Так, ребят, я, ей-богу, ничего не понимаю. Нам же какую-то ошибку выдавали. А, вот, наконец-то мы получаем новый уровень. Видать, все-таки какой-то отклик до сервера или что-то в этом роде, но почему-то мы сразу не получили награду. Так, теперь, что ты от нас хочешь? Ну вот, теперь ты вооруженно сможешь за себя постоять. Однако помни, не только оружие принесет тебе победу в боях. Используй свой магический дар. Со временем ты сможешь овладеть любой из ветвей магии и стать могущественным волшебником. А пока открой магическую книгу в левой вкладке под изображением шлема и выбери свое заклинание. И выбери заклинание себе по вкусу. Слушайте, ну посмотрите, видите, как тут картинки выглядят? Какая-то рука, какой-то посох. И он говорит, что это должно быть... Открой магическую книгу в левой вкладке под изображением шлема. На самом деле, магическая книга, наверное, вот она, да? Просто, я так предполагаю, раньше был один интерфейс игры, теперь он маленько поменялся, а названия квестов все-таки остались прежними. Потому что, вот насколько я помню, я раньше появлялся совсем в другом месте. Я, ну, я на каком-то берегу появлялся, когда начинал игру еще, знаете, несколько лет назад я начинал играть в техномагию. Ну, давно довольно-таки, может быть, года 4-5 назад. Вот сейчас снова решил поиграть, но все совсем изменилось. Раньше я появлялся на каком-то острове, там были какие-то пираты. И интерфейс тоже выглядел совсем по-другому. Итак, друзья, у нас есть школа магов и школа рыцарей, и нужно выбрать между них. Но это, знаете, довольно-таки сложно выбрать. Наверное, нужно тут действительно как-то взвесить все, почитать у кого какие навыки. У этих молнии есть и лечение, у этих есть боевое безумие. Так, увеличивает уровень всех черепов на поле, ниже пятого уровня, на единицу. Ну, в общем, я не знаю. Для каждой школы есть свои навыки и свое применение этим навыкам. Наверное, чтобы выбрать какую-то школу, нужно, ну, нужно как минимум прочитать каждый навык, да, и подумать, какой будет примерно стиль игры в данной школе, и как ты будешь этот стиль реализовать на практике, и какой ближе к той игре, которую будете вести вы. Ну, мне кажется, если, ну, если изначально вам не понравится ваш выбор, то, наверное, потом можно будет сбросить его и выбрать другой. Не знаю, это всего лишь мое предположение. В общем, лучше почитайте, вникните. Вообще, в этой игре, наверное, во многое придется вникать. Это не какой-то экшен. Здесь придется по большей части думать головой. Пожалуй, на этом моя миссия закончена. С доспехами и остальным снаряжением тебе поможет наш интендант Расмурс. Ладно, закрываем, ребята, все это дело. Так, у нас очков для распределения осталось только два, на эти навыки нужно... Ой, осталось только одно, а на эти надо по два. Ну, ладно, значит, нам ни на что не хватает. Ну, что ж, ребята, на этом, наверное, можно уже заканчивать наш сегодняшний выпуск. Мы уже играем более 20 минут. При этом мы, казалось бы, совсем мало сделали, да. Но что мы сделали? Мы вот с этими свиньями подрались. Отобрали у них шкуры, сковали себе щит и меч. Для этого мы также подрались с какими-то змеями и огненными духами. Давайте вот еще вниз пройдем, может, тут еще кто-нибудь есть. Так, вот. А, вот эти, кстати, да, здесь есть флибустеры. Они довольно-таки похожи на тех врагов, с которыми я дрался давным-давно, когда только первый раз начинал играть в техномагию. Давайте посмотрим, может, они посильнее. Да нет, вроде те же 30 здоровья, что и у кабанов. Против наших 270 это даже как-то смешно, на мой взгляд. Они нас совсем за слабаков считают и каких-то совсем слабых врагов предлагают нам вначале. Это даже не весело. Да, ребят, хотел бы сказать хорошее об игре. Самое лучшее в ней это вот эта система боя, где надо составить несколько камней в ряд. Это делает ее очень интересной. Особенно для тех игроков, которые просто любят вот такие простенькие игры, где надо составлять камни в ряд. А здесь это еще и вписано в РПГ-систему и все взаимосвязано. Качайте героя, лучше играйте в камни. Вот, в общем, как-то так. На этом мы закончим. С вами был 111. До новых встреч. До встречи.